Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, я живу в Лондоне. Американцев можно поздравить. Они выбрали правильного президента. Даже враги Дональда Трампа сказали, да, Трамп не ангел, но он честно выиграл эти выборы большинством голосов. И что самое главное, Дональд Трамп любит Америку, он любит американцев, и он хочет сделать жизнь американцев лучше, навести порядок. Конечно, силы у него уже не те, но порох в пороховницах еще остался, и главное, что у него хорошая команда единомышленников. Как определить, хороший президент для страны или плохой? Очень просто. Как живут люди под его руководством, под его началом? Если люди счастливы, значит президент хороший. Если люди несчастливы, значит президент плохой. Какой бы он добрый и замечательный не был, он плохой. Американцы последние 4 года жили плохо, ну, судя по таблоидам. Жизнь у них стала беднее, хуже. Преступность в стране возросла в разы. Нелегальная миграция возросла в разы. И не путайте нелегальную миграцию с легальной иммиграцией. А Америка страна иммигрантов. Причем штаты, в которых проживает большинство именно легальных иммигрантов, с той же Южной Америки, мексиканцы, доминиканцы, кубинцы, они все проголосовали за Трампа. Сами иммигранты голосуют за Трампа, который предложил очень эффективные методы борьбы с нелегальной миграцией. Гендерная политика, которая проводилась в Америке, это настоящее мракобесие. Почему мы об этом говорим? Да потому что Англия, это же как американское зазеркалье. Та же Америка, только гораздо меньше. По масштабам малюсенько Англия, маленький остров, но заселенный, перенаселенный до невозможности. По плотности населения, конечно, Англия во многом превосходит в Америку. Здесь нет таких шикарных, роскошных прерий, огромных расстояний. Все здесь маленькое, и поэтому все на виду, и легче контролировать, и легче всем управлять. Сложнее чего-то избежать. Итак, Дональд Трамп стал президентом Америки, главой могущественного государства в мире. И теперь, конечно, как это отразится на других странах? На нашей Англии. Победа Трампа стала катастрофой для либористской партии в Британии. Почему? Да потому что все последние годы либористская партия, еще когда она не была в власти, а сейчас у власти, короткое время, но наделала уже делов, ненавидела Трампа всегда, как только Дональда Трампа здесь не клеймили, как только его не обзывали. Буквально на днях опубликовали список министров из кабинета министров и привели цитаты их выступлений. Как они относились и относятся к Трампу? Ну, конечно, начали с Кира Стармара. Человечность и достоинства этих двух слов в лексиконе Трампа нет. И потом приводят в пример высказывания других министров. Кстати, большинство из них женщины, которые очень нелестно отзывались о Трампе. Просто ужасные негативные цитаты. Отличился особенно министр иностранных дел Дэвид Лэми. Он просто атаковал Трампа, называл его троллем, называл его расистом, тираном в парике и просто угрозой для мирового человечества. И вот сейчас, пожалуйста, нате вам. Человек, которого они все так люто ненавидели, вдруг становится президентом могущественной державы. Ну и как же теперь его не уважать? Как же теперь вообще наладить отношения с самым ненавистным человеком на земле для либаристов? Предлагают, конечно, премьер-министру первым делом уволить министра иностранных дел, вот этого Дэвида Лэми, который больше всех постарался. Ну а потом уж как-то вроде бы сойдет конфликт на нет. Мы братские народы, мы должны дружить. И так говорят адекватно настроенные люди в парламенте, вообще влиятельные лица Великобритании. У нас общий язык, у нас общая культура, у нас общие ценности. И, конечно же, очень много программ и по экономике, и по финансам. Говорим Америка, подразумеваем Британия, говорим Британия, подразумеваем Америка. И вдруг два братских народа сейчас вот в такой щекотливой ситуации. Как вывернется из этой ситуации правительство нынешнее? Время покажет, но действует надо, и действует надо очень быстро и правильно. Предлагают хотя бы на смену министра иностранных дел, которого надо принести в жертву и уволить. Предлагают взять на его место лорда Мендельсона, старую лесу, старого хитрого дипломата. Самые главные характеристики для истинного дипломата. Как бы он сможет скрасить положение? А вообще, как будут развиваться отношения между Великобританией и Америкой дальше? Победу Трампа называют Брекситом для Великобритании сейчас. Но как же выйти из этой некрасивой игры с хорошим лицом? Вообще, что Дональд Трамп думает о Великобритании? Особенно интересно его высказывание о британской монархии, потому что правительство сегодня одно, завтра правительство другое. Неожиданно какое-то правительство может даже уйти в отстатку. Но королевская семья, королевская монархия незыблема. Дональд Трамп был несколько раз, конечно, в Англии. Несколько лет назад ему удалось встретиться с Елизаветой II перед ее уходом. О королеве Дональд Трамп отзывался с восторгом. Это изумительная женщина. Все мероприятия, на которых мы были вместе, для меня были незабываемы. Это были самые красивые мероприятия, вообще события, ивенты, которые только у меня были в жизни. Это прекрасная женщина, это изумительный человек, это настоящая королева. Так отзывался Дональд Трамп о Елизавете II. С большим уважением Дональд Трамп говорил и о короле Карле III. И вот вы видите отрывки из интервью Дональда Трампа, которые он дал Найджелу Фераджу, лидеру партии реформ. Кстати, когда у нас проходили выборы, я лично голосовала за его партию реформ. И Найджел Ферадж, личный друг Дональда Трампа, он много лет провел в Америке. И вот, кстати, когда сейчас проходили выборы, он как раз был там. Они говорили о короле Карле. И Дональд Трамп высказался прекрасно о короле. Он сказал, это замечательный парень. И говорили, кстати, немножко посплетничали о том, что король, ну, когда он еще был принцем, чальцем, пытался, думал о том, чтобы спасти мир. Он создал здесь у нас в Англии целую империю органической еды. Органические продукты, органические фрукты, вообще вся-вся-вся органическая еда, все это проходило и проходит под патронажем короля Карла сегодня. Что это такое? Вы заходите в магазин и вы смотрите, вот лежит простой огурец. Он стоит, скажем, 78 пенсов. И рядом органический огурец, который выращен на грядке без пестицидов, без каких-то там нехороших удобрений. И этот органический огурец будет стоить, ну, фактически в два раза дороже. И люди предпочитают брать органический, если они заботятся о своем здоровье. Такой вот у нас органический король, молодец, он ратует за чистоту окружающей среды, за спасение планеты, природы. Единственное, что не нравилось тогда, ну и, видимо, и сейчас, Дональду Трампу это были ветряные мельницы. Этих ветряных мельниц по Англии везде пруд-пуде, они стоят и на равнинах, они стоят и в воде. Но вот Дональд Трамп сказал, что на самом деле такая ветряная мельница это самый дорогой вид энергии. И она приносит больше вреда, чем пользы. Да, вы сначала ее поставите, когда она новенькая, свеженькая, она работает, экономит энергию. Такая ветряная мельница рассчитана всего на 10 лет. А после 10 лет она приходит в негодность, ржавеет, портится. Ну и поскольку она там либо в воде стоит, либо в почве, то она и портит эту окружающую среду. И эту почву, эту землю, эту воду, в общем, они совершенно нерентабельны и даже опасны. Вот такой борец с ветряными мельницами был Дональд Трамп, такой вот американский Дон Кихот. Но сейчас Дональду Трампу не до ветряных мельниц в Британии. У него есть дела и поважнее. Но о короле Карли Дональд Трамп отзывался самыми-самыми лучшими словами. Кстати, о королеве консор Камиле также. Она очень мудрая, очень приятная, очень интересная женщина. Как сейчас будут взаимодействовать Англия и Британия? Вообще так сравнивают, скажем, Дональда Трампа и сегодняшнего премьер-министра Кира Стармера. Они полные две противоположности. Дональд, он созидатель, он смело, активно идет вперед, очень эмоциональный. А Кир, он как робот. Ну и потом, все-таки он непримиримый враг Трампа. Ну, поживем-увидим. Не как политики относятся друг к другу, а самое главное, чтобы люди были счастливы. Пожелаем, конечно, американцам, чтобы у них сейчас жизнь улучшилась при новом президенте. Ну, на самом деле, старом президенте. И чтобы он прожил все эти четыре года в добром здравии. И хотелось бы пожелать нам такого Дональда Трампа, нам в Англии такого человека, который действительно будет заботиться, думать о своей стране, о нуждах своего народа. И чтобы жизнь здесь стала лучше для простых людей, для большинства британцев. Пожалуйста, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши великолепные, очень интересные комментарии. И до новых встреч с вами. Пока-пока.